Дорогие друзья, портал Экзегет приветствует вас. Отвечаем на ваши вопросы. Чем смертные грехи отличаются от обычных? Ну, во-первых, разделение на смертные и несмертные, это, конечно, не прям православное учение. Это скорее для того, чтобы самим людям было проще понять, что вот есть грехи особо тяжкие, то есть если ты такие грехи совершаешь и в них не каешься, то ты попадешь в ад. Это прямо сказано в Священописании. И те грехи, которые повседневные, которые, как говорил апостол Иоанн Богослов, не разделяют нас с Господом Богом. Но какие грехи, которые неизбежно человек попадает в ад, если он в них не кается? Об этом говорил апостол Павел. Не обманывайте себя, никакой блудник, прелюбодей, молокиец, пьяница, бийца, который дерется, хищник, лихоимец. Он еще добавляет, злоречивые. Там много на самом деле. Он говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, таковые царства Божии не наследуют. Поэтому, конечно, человек, когда он замечает в себе злоречивость, дерется, руки распускает, если он пьянствует и не борется со своим алкоголизмом, то, конечно, это очень-очень плохо. Но есть грехи повседневные, с которыми мы постоянно сталкиваемся, раздражение, невнимательность наша. Но тут ничего с этим не сделаешь. Мы до конца дней будем сталкиваться с этими немощами. И, в конце концов, апостол Павел говорил, что то, что я хочу, не делаю. То, что не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Писал апостол Павел. Вот так же мы страдаем от своих немощей, какого-то невоздержания и прочего. Но все-таки эти грехи, эти немощи не разлучают нас с Господом Богом. Помоги нам Господи. Субтитры сделал DimaTorzok